В этот снежный вечер Александр Иванович размеренно направлялся на снегоходе к своей хижине в тайге. Дороге замело, а видимость оставляла желать лучшего. «Ну ничего, и не такое видал, уже хижина виднеется, совсем немного осталось», — подбадривал себя старик. Александр Иванович очень любил свою хижину, ведь она находилась в прекрасной для его глаз тайге. Рядом протекала речка, где дед любил порыбачить, а количество рыбы в ней всегда приносило ему счастье и наслаждение. Чистый и свежий воздух, казалось, обладал лечебными свойствами, настолько он был прекрасен, особенно по сравнению с городом, где практически всю свою жизнь проработал дедушка. Предысторию покупки этой хижины Александр Иванович любил рассказывать, а если интересовались, так и вообще мог часами обсуждать ее. Он проработал в городе на местное производстве. Начинал свою работу еще в молодости, сразу же после учебы. Вариантов тогда было не особо много, где можно было работать. Отец Александра Ивановича проработал всю жизнь на заводе и всегда приговаривал, чтобы сын тоже шел туда работать. Работа была не из легких, легче стало только с опытом с должностью мастера. Ведь тогда часть работы можно было возложить на совсем зеленых и молодых рабочих, которые находились в подчинении. Платили Александру Ивановичу достаточно, чтобы мысли об уходе с завода даже не посещали его. Старик в молодости был здоров и крепок, что позволяло ему работать в том же темпе вплоть до самой старости, думал он. Однако после 30 лет трудового стажа здоровье Александра Ивановича внезапно ухудшилось. То головные боли, то давление, то спина покалывает. На очередном медицинском освидетельствовании врачи, узнав результаты по анализам Александра Ивановича, стали переговариваться. «Вы мне скажите, я же не уйду на тот свет?» Усмехнулся старик. Александр Иванович любил пошутить. Человек с юмором был. «Жить то будете. Вопрос только сколько?» Огрызнулся врач. «Подождите, я дверь прикрою». Врач направился к двери, чтобы никто не услышал лишнего. «Но ведь я здоров, вижу, слышу, при разуме. А сил у меня еще полно», — отвечал старик. «Я знаю, что вы ценный работник на производстве, опытный. Всегда качественно выполняете работу. Однако я не первый раз вижу людей, как вы. Еще пару лет, и вы больше не сможете шутить про свою жизнь. Нельзя вам больше работать на заводе. Я вам искренне говорю, найдите работу полегче или идите уже на пенсию. Вам воздух свежий нужен и длительный отдых», — уверял Александр Ивановича врач. «И действительно, может, пора уже отдохнуть наконец-то? Денег я заработал достаточно. Может, домик прикуплю где-нибудь», — подумал дед. Доверившись врачам, Александр Иванович попросил у начальства перевода на другую работу. Так он получил должность сторожа на заводской стоянке. Там работа была полегче, больше свободных дней, пусть и зарплата стала поменьше. На свои скопления Александр Иванович приобрел хижину в тайге. Она была в не самом лучшем состоянии, поэтому какое-то время он занимался ее восстановлением. До хижины оставалось ехать буквально сто метров, когда старик увидел бегающего вокруг дома маленького волчонка. Александр Иванович изначально его не разглядел и не понимал, что за малыш там бегает. Подъехав к хижине, он увидел волчонка с темными однотонными глазами. «Отбился от стаи, наверное», — решил старик. Завидев Александра Ивановича, волчонок бросился в лес, там улегся на снег и начал наблюдать. Старик улыбнулся и отправился открывать хижину. Там были консервы, а с собой он привез рыбу, колбасу. «Надо бы дать чего-нибудь малышу, а то в такую метель он один не выживет», — подумал дед. Александр Иванович достал, вскрыл банку консервов и выложил еду в металлическую емкость. Отошел подальше от хижины, ближе к лесу, и поставил ее на снег. Волчонок немного подождал, пока старик отойдет, и бросился к миске, неуклюже раскидав еду по снегу. Через некоторое время старик снова посмотрел в окно. Волчонок съел всю еду и сидел около миски, как будто просил, чтобы еще дали. Бедняга, стаю до сих пор не нашел, не знает, видимо, куда ему идти, не оставлять же его так, поразмыслил Александр Иванович, и вскрыл еще одну банку тушенки. Держа в руке банку, он подошел к миске, волчонок уже не отпрыгивал и не убегал. Старик взял миску и направился к хижине. «Пошли за мной, малыш, поешь и отогреешься, нельзя тебе тут оставаться. Вот как получше станет, отправишься на поиски своей матери», — с улыбкой на лице произнес старик. В ответ волчонок что-то провыл, как будто благодарил. «Вот, заходи, хоть погреешься, надо дать тебе имя». «Как насчет барон?» «Я думаю, это имя тебе идет», — радостно произнес старик. Волчонок с осторожностью зашел в хижину и прилег около печки, которую Александр Иванович протопил после приезда. К вечеру метель стихла. Сытый и отогревшийся волчонок отправился на поиски своей стаи, вслед ему с искренней улыбкой махал дедушка. Теперь, когда Александр Иванович приезжал в хижину, то его навещал волчонок. Он нашел свою стаю и был благодарен старику за доброту. Александр Иванович этому был очень рад, как будто его приходил навестить старый друг. Волк с каждым разом становился крупнее и сильнее, но навещать старика продолжал. Александр Иванович любил угощать его рыбой, которую он каждый день ловил на озере близ хижины. А иногда привозил ему различного рода деликатесы, которых волк никогда не пробовал. Со временем старик научился интуитивно общаться с волком. Он впускал его в дом, присаживался на кресло и рассказывал, что с ним произошло недавно, сколько рыбы наловил, как себе чувствует. Волчок внимательно слушал, а когда слышал похвалу в свою сторону, то начинал вилять хвостиком и лизать щеку деда. Особенностью волка было и то, что тот мог чуять, когда начнется метель, дождь и просто плохая погода. Волк тогда приходил к порогу хижины, поднимал голову в небо и начинал выть. Это означало то, что лучше никуда не идти, так как в ближайшее время начнется метель. В один из холодных вечеров барон, немного выйдя из леса, тревожно завыл и к хижине не приблизился. Повыл он некоторое время и удалился. Странно сегодня барон себя ведет, даже к хижине не приблизился. Необычно это, подумал старик. Александр Иванович практически всегда оставлял дверь незамкнутой, так случилось и в этот раз. Старик услышал грубый мужской голос около избы. «Мужики, не волнуйтесь, тут какой-то дед живет, заходите быстрее», – произнес мужчина с улицы. Старик не успел даже приблизиться к двери, как в нее вошла группа из трех непонятных мужиков. Главный из них был одет явно не для тайги в кожаной куртке. «Слышишь, дед, нам еда нужна и отогреться, если будешь слушаться, то останешься жив и здоров», – грубо заявил главный и прикладом ударил деда. «Это я сразу заявляю, что не шучу, ты фокусов не выкидывай, понял?» – угрожал мужик. Старик не ожидал такого, но не упал от удара. Собрался с силами и кинулся на обидчика. Но силы старика сложно было противопоставить крупному мужчине в расцвете сил, поэтому он ничего не добился. Мужики связали старика и начали устраиваться в его хижине. «Ты, дед, извини уж, но свидетели нам не нужны. Не повезло тебе сегодня», – спокойно произнес главарь, как будто забрать жизнь деда для него привычное дело. Как неожиданно в хижину забежал волчонок, крепко вцепился в ногу главаря и злобно зарычал. Мужик откинул волчка и достал оружие, раздался хлопок. Волчонок, поскуливая, выбежал из хижины, было понятно, что он ранен. «У вас тут что, волки водятся?» – обхватил рукой ногу, где недавно укусил волчонок. Не успев договорить, взгляд главаря застыл на двери, где виднелись два ярких глаза матери волчонка. Не успев навести оружие на волчицу, он тут же был свержен молниеносным броском матери, мстившей за ребенка. Двое других бандитов попытались сбежать, но волчица прегородила им путь. Старик выбежал из хижины и побежал прямо к лежащему и истекающему от крови волчонку. Он попытался оказать ему первую помощь. «Старик, отпусти нас, мы больше никогда не потревожим тебя. Мы сбежали из места нашего заключения, мы не вернемся назад», – взмолили бандиты. Однако Александр Иванович даже не слышал их, его внимание было приковано к волчонку. Из леса послышалось лаяние собак. Это были сотрудники тюремного учреждения, которые преследовали беглецов. Они прибежали на звук выстрела и быстро схватили двух бандитов. Волчица бросилась к волчонку, ни на шаг не отходя от него и Александра Ивановича. Несмотря на оказанную помощь, барон ушел в мир иной на через три дня. Александр Иванович никогда не испытывал такой горести, как за этого волчонка. Он знал его еще совсем маленьким, а сегодня должен с ним уже попрощаться. Он вспоминал, как совсем недавно он спал волчонка от холода и голода, а теперь он отплатил старику своей жизнью. Старик вспоминал те дни, когда он рассказывал волчонку новости, свои истории, как волчонок радостно вился вокруг него. Он потерял не просто зверя, он потерял самого настоящего друга. Волчица не смогла пережить такую утрату. Она ничего не ела и не пила, а через пять дней отправилась к своему сыну, не смирившись с такой судьбой. Александр Иванович никогда не видел подобного прежде. Ему казалось, что в этих волках куда больше человеческого, чем в самих людях. Эта история сподвигла его на написание небольшого рассказа про старика и волчонка. Дед с того времени каждый день выносил миску с едой на опушку леса. Прикармливал волков в память о своем друге. Однако ни один другой волк не смог заменить ему волчонка барона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова